Добрый вечер! Меня зовут Галатов Александр. Я сегодня выступаю с докладом, с сообщением, которое будет заключаться в моем анализе коллективного трудового договора. И я, с вашего позволения... Коллективного трудового договора или коллективного трудового договора? Коллективного трудового договора. А неправильно. Коллективного договора. Где вы слово трудовой видели? Ой, да. Или в законе видели? Нет такого? Трудовой договор у отдельного человека. А это коллективный договор. Так, я планирую построить свое выступление следующим образом, скажу о той работе, которую я сделал. Я проанализировал данный нам договор, выделил там, грубо говоря, части, которые можно отнести к основным присутствующим во всех подобных документах, ну скажем так, базу. Выделил некоторые особенности, точнее сказать, наверное, будет достоинство данного коллективного договора, который отражает его, скажем так, характер защиты интересов трудового коллектива. И несколько пунктов выделил как особо отражающие интересы трудового коллектива. Позволю себе, если буду укладываться во время, на них остановиться. Ну, вас не ограничиваю. Хорошо. Итак, по структуре трудового договора можно начать приводить пункты, начиная с введения. Вот, например, еще когда в договоре не указаны обязательства сторон, в пункте 1, можно ее так назвать, наверное, преамбулой к этому договору, к части введения, говорится следующее. Устанавливается, что этот трудовой договор является... А, имеет в своем основании такое автоматическое продление, если у сторон не возникает никаких... Ну, слово автоматическое, где вы нашли слово автоматическое? Сейчас, не автоматическое, это я тут интерпретирую, секунду. Это вы какой-то техницизм такой внесли сюда. Договор продлевается при условии, если ни у одной из сторон за три месяца до окончания данного трудового договора не возникает... Ну, эта сторона не направляет трубы, какие-либо претензии по его характеру. Дальше, в этой же части введения, пункт 2 говорит нам, что... Вот, создает как бы рамки этого трудового договора. Он говорит, что локальные нормы, нормативные акты, ухудшающие положение работника, считаются недействительными. То есть, этот трудовой договор, по сути, выставляет... Ухудшающий по сравнению с чем? По сравнению с условиями трудового договора. Нет, по сравнению с законом. Условия само собой. Локальные нормативные акты работодателя, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством, коллективным договором или соглашением, являются недействительными. То есть, и трудовым законодательством, и основанным на этом трудовом законодательстве данным договором. Итак, к чему еще обязывает, что меня особо приглянул здесь, этот коллективный трудовой договор? В пункте 1.6 напрямую написано, что работодатель должен напрямую учитывать мнение прав комов и согласовывать с ними все свои деятельности. То есть, это такие базовые обязательства, которые наложены на работодателя. Прямо так всю свою деятельность согласовывать, такого нету нигде. Чтобы вы все, слово все это вы от себя вставили. Это я потом, да, это я от себя вставлю, и потом я поясню, там есть один пункт, но он будет дальше, в середине этого договора. Я поясню, что он обязан, какую отчетность предоставлять правкому и так далее. Вот вторая часть уже более интересная будет. Она называется «Обязанности». Обязанности работодателя, правкомов и работников. Так, какие обязанности здесь? Первым делом возлагается на работодателя. Беспривязанно принимать от работников письменные обращения, предложения, просьбы и жалобы. То есть, работодатель обязан принимать эти заявления, рассматривать их и обязан на них отвечать. Также обязательства работодателя, можно сказать, что разделены на несколько сфер. В частности, по организации производства, по организации занятости, по охране труда и здоровья, по рабочему времени и по оплате труда. Вот, в частности, обязательства работодателя по организации производства. Что я здесь отметил? В пункте 3.1.1, то есть, в самом первом пункте этого раздела, говорится, что работодатель обязан всеми возможными способами и средствами способствовать развитию самоуправления трудовых коллективов, совершенствовать структуру организации, бригадной формы и содействовать, в общем, развитию организации. Здесь также прописаны несколько пунктов, таких как доставка работников до рабочего места и условия, из которых это все исходит. А вот я бы хотел сказать про пункт 3.1.6. Которая, на мой взгляд, кажется, особо, можно его отнести к достоинствам этого договора. Третий пункт гласит. Необходимое для производства обучения работников на повышение квалификации и или освоение смежных профессий производить за счет средств организации, что дает право работнику и возможность повысить свою квалификацию, приобрести конкурентное преимущество и просто улучшить свои профессиональные навыки за счет работодателя. Пункт 3.1.12 обязывает работодателя при проявлении работниками инициативы, повлекшей улучшение в организации производства, поощрять работников материально и морально, в том числе по предложению единого представительного органа рабочих. Вот, теперь вопрос о том, какими сведениями должен делиться работодатель с профсоюзом, а именно, он должен предоставлять сведения о грузообороте по контейнерам, зарплате по бригадам докеров, бригадам докеров механизаторов, сводной заработной платы по работникам и так далее. Вот, пункт 3.1.15, для меня тоже кажется особо важным, он говорит следующее. А прибыли не обязаны предоставлять, правда? Чтобы работник не мог сказать, что у вас много денег. Да. По прибыли не обязаны, договор не обязывает об этом. Пункт 3.1.15 гласит, что работодатель не имеет права привлекать работников к управлению погрузочными машинами вне территории организации без согласования с соответствующим правком. Есть определенная часть, два пункта, которые говорят о дисциплинарных взысканиях, о том, что любые сведения о дисциплинарных взысканиях работодатель обязан хранить не более пяти лет, и дисциплинарные взыскания могут быть сняты с работника по ходатайству руководителей, бригады, непосредственного руководителя и так далее. Здесь также есть раздел, пункт, который говорит о том, что работодатель обязан обеспечивать автобус до метро. Это такие небольшие мелочи, я на них, наверное, не буду полностью останавливаться. Вот в разделе занятость есть следующие пункты. Например, пункт 3.2.2, который накладывает на работодателя обязательства по трудоустройству травмированных и инвалидов, которые получили травмы выполняя свои профессиональные обязанности, по их желанию. Также пункт 3.2.7 говорит о том, что работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Также говорится в пункте уже 3.2.8, что перевод в другие подразделения при ликвидации и обеспечении работой должно производиться при... Сейчас я это зачитаю. Пункт 3.2.8. В случае ликвидации структурного подразделения предоставить при наличии вакантных мест работникам работу в другом подразделении организации, а при отсутствии вакансии содействовать в трудоустройстве, а в другую организацию. Так вот, я хочу особо отметить пункт 3.2.14, который, я так понимаю, что делает недоступным для работодателя некоторое ухищрение по борьбе с работниками, по противодействию. А именно, смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудовых договоров с работниками организации, а изменение подведомственности, то есть подчиненности организации, или ее реорганизации, слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, не может являться основанием для расторжения трудовых договоров. То есть, я так понимаю, это препятствует такой ситуации, когда работодатель, желая разрешить какие-то противоречия с трудовым коллективом в свою пользу, прибегает к такой мере, что создает другую, допустим, организацию, переводит туда все средства производства и тем самым ставит работников, ну, оставляет неудел. Это в договоре такая возможность заблокирована. Так, это по части занятости я, наверное, все скажу. Вот часть 3.3 – это обязательства работодателя по охране труда и здоровью. Здоровье. Вот, особо примечательный пункт 3.3.9, который устанавливает верхний предел физической нагрузки на одного докера-механизатора. Он говорит, что это при перемещении груза вручную на расстоянии не далее одного метра этот предел установлен в размере не более 24 тонн. Также в договоре присутствует приложение, приложение номер 4, который регулирует… Так это вот… Вам нравится такой пункт, что не более 24 тонн? На один метр? Я не могу сказать, как он мне нравится. Но я думаю, он же был рассчитан с точки зрения нагрузки на… на том, как сказываться. Почему вы так думаете? Потому что докеры… Я вот вас могу проинформировать, что докеры специально заказывали комиссию, такую компетентную, из специалистов, медиков, которые посчитали, при каком объеме груза, вот так, перегружаемом на расстоянии 1 метр. Вы не пробовали 24 тонны перейдянуть на метр? Да я не считал, что… Нет. Вот они вот посчитали. Если доходишь до уровня 12 тонн на человека, то это приводит к необратимым изменениям в организме. То есть у вас там сердцебиение, то и сего повышается, но потом и не возвращается на прежний уровень. То есть необратимые изменения – это значит, что если вы не 12, а более 12 переместили, то это влечет к непоправимым изменениям в вашем организме. А отсюда и профзаболеваемость, которая очень высокая там. И, соответственно, значительное число членов профсоюза выделено в отдельную профсоюзную организацию инвалидов. И председателем ее является товарищ Тимофеев. Они говорят, ну, скоро мы к тебе все перейдем. Вот, но сейчас просто мало такой работы. Эта работа связана с тем, что, вот представьте себе, пришел вагон. Вагон – это 60 тонн. Вот там такие орлы, которые вагон разгрузят и идут домой. Это значит, вот у него есть цапка, и другой рукой за мешок. Значит, раз – из вагона и положишь на поддон метр. Ну, вагон надо разгрузить. 60 тонн. И разгружали. Поэтому им понравилось это по сравнению с 60-24. Ну, почему вам понравилось? Я не знаю. Не знаю, не имею представления. Надо, наверное, было бы… Надо попробовать было. Я думаю, что вы где-нибудь на второй, третьей тонне уже как бы почувствовали. Сказать по этому поводу. Пункт 3.3.10 говорит о том, что к подобного рода нагрузкам, да не только к подобному, нельзя привлекать женщин, а именно их нельзя привлекать к погрузочным-разгрузочным работам, работам по креплению, раскреплению грузом, а также работам, требующим приложения усилия более 7 килограмм. Ну, то есть к работам физически изнашивающим и опасным. Ну, хоть женщины будут здоровы, и то хорошо. Хоть о ком-то заботятся. Вот пункт 3.3.17. Работодатель обязан сохранять заработникам, отказавшимся от выполнения работ, не предусмотренных трудовым договором, либо напрямую нарушающим нормы охраны труда, все права, предусмотренные законодательством, коллективным договором, соглашениями, в том числе, не применять к нему никаких дисциплинарных и иных мер воздействия. У меня такой вопрос возникает. Как доказать, например, что этот характер работы, который работодатель хочет обязать работника выполнить, имеет, допустим, вред для жизни и здоровья? Это вопрос не о том, как доказать, а вопрос о том, на что сослаться. Если есть на что согласиться, можно доказывать. А если не на что сослаться, то нечего и доказывать. Понятно, что доказывать вы по-разному можете. И так, и всякое, и людей, и свидетелей приглашать. А если вот такого пункта нет, то вас просто наказали, и все, и вы оспаривать не можете. А так вы сошлетесь на это, и будете это оспаривать. И будете какие-то факты, аргументы приводить. Какие, значит, все эти нужно. Как говорится, у нас вообще на чем построена вся судебная практика? На каком принципе? У нас суд что, истину выясняет? Или у нас на принципе состязательность и судебная производство? Вот состязательность. Если у вас я переговорил, значит, я прав. А если вы меня переговорили, то вы правы. А вот председатель Следственного комитета настойчиво предлагает записать, что суд устанавливает истину. Это не удается ему продвинуть никак, как раньше было. То есть истинно, так сказать, это не вопрос суда. Состязательный характер. Учитесь лучше, выступайте лучше. Вот мы сейчас и готовимся. Для чего это у нас выступление? Чтобы состязательность была, чтобы опыт приобрести. Правильно? Верно. Да. Лучше сейчас, сейчас это безответственно. Гнитос вас денег не берет, если вы не то взяли и не то сказали. Уже хорошо. Да. Совершенно верно. Так, пункт 3.3.20. Вот я еще один выделил. Он говорит, что при выявлении нарушения правил охраны труда безотлагательно производится остановка работ. Так, тут целый есть ряд пунктов. Да, человек останавливает работу. Говорит, я в соответствии с таким-то пунктом коллективом договора остановил. А коллективом договора вот этот раздавали каждому. Вот читайте, я в соответствии с этим пунктом остановился. Идите, жалуйте, куда хотите, я работать не буду. И все. Так, здесь есть целый ряд пунктов, которые регулируют как бы такие организационно-хозяйственные, я их назову, аспекты, ну, аспекты организации быта, скажем так. Это, например, что работодатель обязан обеспечить наличие аптечек, наличие медпункта и круглосуточную работу, наличие санитарно-гигиенических принадлежностей в комнатах отдыха, в комнатах отдыха до наличия свечи печи, холодильника, воды, ну, горячей и холодной воды, чтобы нужно было помыться, и питьевой воды. А еще и полотенец есть. Так, пункт 3.3.28 регулирует производство погрузочно-разгрузочных работ при повышенных температурах. На повышенном температуре здесь плюс 25, плюс 30. Вот есть такой товарищ Шишкарев, который работал на ЗИЛе, известный полярник, а там он работал наладчиком агрегатных станков, автоматических линий агрегатных станков. И вот он там стихи такие написал по поводу этой самой воды, что нос протрете керосином, не милорд еще пока. То есть не будет написано, ну, вот не будет у вас этого находиться, на что вы будете ссылаться? Хорошо бы, да надо бы. А тебе скажут, постараемся, может быть, получится. Керосинки просто мазут очень хорошо смываются. А тут вот, пожалуйста, он расписан. Так, я не буду опять остановиться, там при повышении температуры очень все подробно прописано. Вот, обеспечить каждого работника нужно будет питьевой водой, в зависимости от продолжительности смены варьируется и литраж. Также в зависимости от повышения температуры зависит и увеличение перерывов на отдых. При критических... А это ведь рабочее время, то есть это не обеденные перерывы, это не окончание смены, то есть в ходе, так сказать, рабочей смены, вот по коллективному договору устанавливаются перерывы. Идет на это работодатель? Идет, потому что иначе работа не пойдет. Потому что люди могут сейчас, он один упадет от жары, другой, значит, замерзнет там на мороз. Мороз и в снег, и в ветер. Мороз, я не знаю, для Петербурга, ну и жара, наверное, тоже особо важна. Но про мороз тут написано подробно, что выделяется такая категория, как критические... Сейчас, сейчас, сейчас. Критические температуры. Ну, это не только температура, а еще и порывы ветра. Устанавливается следующий порядок работы. 30 минут работы, 30 минут перерыв на обогрев. Ну, тут тоже несколько градаций. Ну, это выгодно работодателю? Ну, это должно быть выгодно, да, работодателю. Почему должно быть? Так выгодно или не выгодно? Если ему не выгодно, зачем будет подписывать? Это будет выгодно, да, потому что работники... Ну, заболеет работник, уйдет, будет оплачивать бюллетень ему, только и всего. Чего же, это очень просто. Лучше он пусть полчаса, так сказать, отдохнет, чем он, так сказать, через полчаса, так сказать, его отправлять надо будет домой, и все. Пункт 3.3.33 гласит следующее, что работник имеет право на получение, вот это уже в части того же самого образования, только более подробно, работник имеет право на получение профессионального образования за счет средств работодателя и сохранением за ним среднего заработка в случае ликвидации его рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда. В общем, грубо говоря, я позволю себе обобщать, если я буду прав, если не прав, вы мне тоже скажите, что если работник попадает, ну, здесь сказано, под нарушение охраны труда, но я так понимаю, под сокращение, допустим, его должность сокращается, то работодатель должен предоставить ему либо альтернативную должность, согласно его компетенциям, да, либо предоставить ему возможность получить достаточную квалификацию, чтобы... То есть такая ситуация, ликвидируется рабочее место, потому что рабочее место не соответствует требованиям по охране труда. Оно ликвидируется. Раз вы его не модернизировали, не улучшили, то его надо ликвидировать. Ну, а что с работником-то тогда? Работник лишается вообще заработка, так он тогда устроит должность этого работника. А то иначе получается, что вот вроде хорошее дело, мы ликвидируем такие условия труда, которые являются плохими, а люди, я этих людей увольняю. Пункт 3.3.50 гласит, что работникам, которые... Выдавать на работах с вредными условиями труда бесплатно, по установленным нормам, молоко и другие равноценные пищевые продукты. Данная норма регулируется приложением номер 18. Так, что здесь по части организации, по рабочему времени? Вот самый ключевой пункт, это пункт 3.4. А как думаете, вот если не записать в коллективный договор, будут выдавать? Молоко не будут, конечно. Не будут. И продукты не будут. Ну, это надо пойти закупать, средства выделять и так далее. Не запишут, не бойся, записали, пожалуйста. Особенно и против, биться тоже не будут. А какие еще продукты, кроме молока, выдают? Фиксиносодержащие. Потому что не на всех грузах надо пить молоко. А вот есть такие грузы, где нужно употреблять, типа мармелад и так далее. Вот такого рода. Так вот, пункт 3.4. В следующем разделе, в разделе по регулированию рабочего времени, он полностью определяет, что включается в рабочее время в рабочее время работников, непосредственно выполняющих или обеспечивающих погрузочные, разгрузочные работы. То есть регламентация идет в этой части. Начинает время от того, что в это время в рабочее входит время приема и передачи смены. Инструктаж входит в это же время, специальные перерывы для погрева или охлаждения входит в это же, в рабочее время работника. Время прохождения предсменных медосмотров, включая следование до медицинского пункта и обратно. Время выполнения технологического процесса, то есть на самой операции, по перегрузке чего-нибудь. Время специальных перерывов, время на обслуживание рабочего места, то есть осмотр и обеспечение. И время ждания погрузочно-разгрузочных работ. Также говорится, что в рабочее время входит инструктаж по охране труда, проверки знаний требований охраны труда. И разбор прецедентов на это время в смене может отводиться до одного часа. На какое? На инструктаж по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и разбор случаев по нарушению охраны труда. Отводится до одного часа смены. Вот мы пришли на работу, пригласили вас как инструктора по охране труда и задаем вопрос. Мы в состоянии задать вам вопрос на один час. Да. Вот через час пойдем работать. Должен быть в состоянии ответить еще. На всякий случай это время ограничено. Чтобы не превратилось это дело в то, что... Семь с половиной часов, да? Да. Так, пункт 3.4.8 тоже, на мой взгляд, имеет важное значение. Он регламентирует размер заработной платы при переработке. В общем, время фактической переработки оплачивать в двойном размере. Гласит этот пункт. Так, что-то у меня еще поплатят. А, вот да. Пункт 3.4.14 гласит, что... В целях налаживания отношений социального непосредственного партнерства освобождать работника по его заявлению и предоставлению им соответствующих документов от работы с оплатой по тарифной ставке, то есть окладу, на следующие сроки. На два дня, то есть две смены, в связи с его бракосочетанием и в связи с похоронами ближайшего родственника. Ну, тут прописан перечень. И на один день освобождать работника в связи с призывом сына в вооруженные силы и в связи с рождением ребенка. Ну, все ключевые мероприятия человеческой жизни полагается давать на них отдых. Так, следующий раздел по оплате труда. Следующий раздел обязательств. Пункт 3.5.4, например, устанавливает повышающие коэффициенты при работе в зимнее время. Ну, 1.06, 1.08, 1.08 и 1.05, то есть с декабря по март. Пункт 3.5.6 говорит о том, что, да, если отсутствует работа, ну, по инициативе работодателя, можно предоставить работникам право с их письменного согласия покинуть рабочее место на всю рабочую смену с оплатой в размере трехчасовых тарифных ставок за смену продолжительностью 7,5 часов. При этом в табеле работнику предоставляется выходной день. А по закону, если простой по мене работодателя, какая оплата? Это вот по договору три тарифные ставки. А по закону? Не знаю. Сколько? Ни сколько, наверное. Да. Ну. Одну? Две трети. Две трети, а. Тарифные ставки. А тут три. Видите, разница? Вот, да, устанавливается размер оплаты труда докером, ученикам докеров-механизаторов. На время теоретического обучения выплачивается им 50% тарифной ставки докера-механизатора. Я так понял, учеников там нету, да, уже? Почему нету? Есть? Ладно. Вот пойдет по работе несколько дней и скажет, не хочу я у вас больше работать, не надо такой зарплаты, и уйдет. Так, пункт 3.5.13 говорит... Не все выдерживают такую работу. Что в случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска и так далее, в общем, выплат, работодатель выплачивает их с уплатой процентов в размере не ниже одной сто пятидесятой ставки ЦБ. А вот сколько в других случаях, я тоже не знаю, одной трехсотой, наверное, да? Чего? Да каких других? Какое установить, что так-то вот вам задерживают зарплату, нигде не написано в законе ничего. Что вам, пожалуйста, потом выплатят после задержки. А тут процент плати, если задержали. Одна сто пятидесятая ставки Центрального банка. В общем, стоит 5 процентов. Ставка ЦБ какая сейчас, знаете? 8,75. Так, и вот последний блок обязанностей работодателя, в общем-то, ключевого блока по обязанностям, это по гарантиям и льготам. Вот тут интересный пункт, 3.6.3, говорит о том, что работодатель обязан компенсировать не менее 85 процентов стоимости путевки, приобретенных работником для своего ребенка в детский оздоровительный лагерь. То есть затраты работника на путевку должны составлять не более 15 процентов. Здесь есть еще пункт 3.6.6, который регламентирует выплаты выходной пособия при увольнении в связи с вводом на пенсию следующих категорий работников. То есть если работник проработал от 3 до 5 лет в организации и уходит на пенсию, ему выплачивается минимальная месячная тарифная ставка, то есть оклад умноженный на 1. Ну, то есть оклад. Если работник проработал от 5 до 10 лет и уходит на пенсию, ему выплачивается 3 оклада. Если работник проработал от 10 до 15, то 6, а если свыше 15 лет и уходит на пенсию, 9. Работник, имеющий звание ветеран завода, при выходе на пенсию получает выплату в размере оклада, умноженную на 10. 10 окладов. Пункт 3.6.9 прописывает... Ну, это вот большая редкость, да? Ну, да. Таких немного, предприятий где-то такая норма. Еще вот есть пункт 3.6.9, который регламентирует оказание материальной помощи работодателям следующим категориям работников. Во-первых, многодетным работникам, имеющим трех и более детей дошкольного возраста. Ну, по предоставлению им заявления выплачиваются две минимальные месячные тарифные ставки, установленные в организации для социальных выплат. А вот какая это тарифная ставка? Это же не оклад, я здесь не совсем понял. Не оклад. Тарифная ставка, от нее уже идут там всякие дополнительные оплаты. А высокая она? Да. Размер? Угу. Не знаю. В общем, две вот эти вставки. На окладах работают люди по времену, а те, кто работают издельно, у них тарифная ставка. Одиноким матерям, имеющим детей дошкольного возраста один раз в год, тоже в сумме двух минимальных тарифных ставок. И женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, ежемесячно в размере минимального размера оплаты труда в РФ. А, как я понял, по нашему законодательству это полтора года, да, срок, который выплачивается? Да. То есть здесь он в два раза повышен в сравнении с законодательными нормами. Так, пункт 3.6.11 регулирует материальную помощь в следующих случаях. В случае смерти ветерана и в случае смерти близких родственников работника выплачиваются две минимальные тарифные ставки, вот отведенные для этих социальных нужд. Вот пункт 3.6.16 гласит следующее, что при наличии вакансии предоставлять возможность трудоустройства в организации работникам, вышедшим на пенсию, с учетом их квалификации. То есть в виде на пенсию работник может остаться в организации, если иметь такое желание. Так, наверное, последний пункт, который я хотел бы представить сегодня, который регламентирует произведение единовременных выплат работодателям, работникам в следующих случаях. Во-первых, в случае гибели работника семье или иждивенцем потерпевшего в размере 16 минимальных месячных тарифных ставок, установленных в организации для социальных выплат на момент гибели работника. И второй случай – это при установлении работника у инвалидности по последствиям полученной травмы на производстве или профессионального заболевания. В размере все тех же ставок и размер следующий. Если работник получает инвалидность первой группы, ему выплачивается 16 подобных ставок. Если второй – 12, если инвалидом третьей группы становится работник, то 6 данных ставок. Вот обратите внимание, что вот если я летел на самолете, и потом теракт, самолет упал, моим родственникам выплатят сколько? По миллиону платят. А если я шахтер, и меня завалило углем, то вот где-нибудь каких-нибудь тарифных ставок. Вот такая у нас картина сейчас, вот на сегодняшний день в России. То есть, если гибель на производстве, то это, так сказать, как бы рядовое дело. Никто этим не обеспокоится. А если я летел отдыхать и упал? Ну вот тогда. Ну, те люди, которые едут отдыхать, наверное, у них есть на что отдыхать. Поэтому, соответственно, надо и платить. Так, ну, в общем, я как бы акцентировал внимание именно на этой части, на обязательствах работодателя. Дальше в договоре еще прописано несколько пунктов, то есть, что работодатель должен гарантировать просоюзную деятельность работников. Ну, и в договоре, вот, уже довольно большую часть этого документа составляет вот ряд приложений, на которых я несколько раз ссылался. То есть, увеличение нагрузки при увеличении расстояния, рекламентация условий труда при различных температурных режимах и так далее. Они там тоже все прописаны, но останавливаться на них подробно, я думаю, не имеет смысла. А вот у меня такой вопрос. А вот скажите, пожалуйста, вот вы тут перечисляли, много получается обязанностей работодателя. Их конечное число? Или бесконечное число обязанностей? Конечное. Конечное. А у работника обязанностей конечное число или бесконечное? Должно быть конечное. А? Конечное. Конечное. Все приказы, да, в самом начале вы читали, что я обязан, если я работник, выполнять все приказы и распоряжения. Все, любые, и всех начальников. Как же конечное. Нечего их и прописывать. Что их прописывать? Какое мне дадут, то и буду выполнять. А видимость такая, почему рабочим приходится вот по должности их писать, какие обязанности работодатель? Потому что не пропишешь – не будет. Потому что работодатель же, он же какой функт? Командную тут выполняет на производстве. Поэтому вы-то ему не можете ничего, так сказать, командовать. Вы только можете договориться в договорном порядке. Вот работодатель теперь на себя взял и обязанности. Потому что договорились об этом коллективный договор. Это нормативный акт локальный. Он обязан это выполнять. А если нет этого договора или есть этот договор, а вы обязаны все выполнять, что не нарушает закон и что не нарушает коллективный договор. И в этом смысле бесконечное число обязанностей у вас. Завтра будет день, и вы узнаете, что вы завтра будете делать. Ну, я все равно ограниченную некоторую... За пределами территории работодателей работать. Нельзя сказать, чтобы они прям бесконечные... Ну, понятно. Не отдадут на аутсорс. Ну, и что, даже бесконечная скважина ограничена квадратным метром. Поэтому это другой вопрос. Так, ну, хорошо. Спасибо. Какие-нибудь вопросы есть еще? Нет, спасибо. Я хочу задать вопрос. Вы собираетесь у нас выступать? На следующем занятии, да? Значит, я вот сейчас хочу вам предложить, в оставшуюся время, следующее. Мы с вами изучали, как готовится забастовка, какую процедуру нужно пройти для того, чтобы забастовка считалась законной. Но я хотел бы вам предложить вариант организации забастовки, который является строго выдержанным с точки зрения законным, реальным, и в то же время улучшает положение работников не тогда, когда забастовка выиграет на будет, а с самого начала. Значит, мы с вами выяснили, что забастовки бывают разные, и вообще забастовка называется добровольный отказ от работы полностью или частично, да? То есть никто нигде не требует, и нигде это не записано в законодательстве, что надо полностью прекращать работу. Если вы полностью прекратите работу, вот вы написали, что забастовка будет бессрочной, и вы написали себе в обязательство, что вы полностью прекращаете работу, то есть вы не будете работать. Ну и сколько вы так можете пробастовать? Ну понятно, значит, месяц вы пробастуете, месяц зарплата не будет, ни аванса, ни получки. Потом второй месяц, ни аванса, ни получки. И дальше вы придете к работодателю, давайте мы тут все заканчиваем, все, давайте так. Мы согласны на тех условиях, которые есть. То есть надо понимать, что вот люди, которые что-то организовывают, тем более конфликты, вступают в конфликты, они должны понимать, какой будет результат этого конфликта. И задачи конфликтологов, между прочим, людям разъяснить, и вообще должны понимать, если вы что-то решаете, то вы должны последствия принятого решения рассмотреть. Это раз. Во-вторых, предприятие ваше имеет договора с какими-то там поставщиками. Так, теперь оно имеет договора с теми, кто является получателем продукции этого предприятия. Ну вот они, значит, подождут, месяц нет. Второй, значит, предприятие нарушило. Это вы не только нанесете ущерб работодателю, но может так получиться, что ваше предприятие вынуждено будет закрыться через некоторое время, поскольку оно потеряет все те связи, контакты, которые у него были. И в итоге вы получите не улучшение положения, а что? Вы получите просто закрытие предприятия и станете безработными. Поэтому, в связи с ликвидацией предприятия, поэтому к чему приучают забастовку? Забастовка ставит в положение представителей работников в такое положение, когда они будут отвечать за то, что произойдет. Поэтому люди толковые, они думают о том, как организовать забастовку, чтобы она и длительное время могла проходить. И в то же время она не предприятию не нанесла такой совершенно непоправимый ущерб, который поставит в невыгодное положение работников. Но и работникам не нанесла такой непоправимый вред. Поэтому вот сейчас одним из прогрессивных требований к коллективным договорам является сокращение рабочего времени до 6 часов. Вот представьте себе, что мы находимся с вами на конференции трудового коллектива, после того, как все уже процедуры прошли, и мы должны определить порядок проведения забастовки и письменно это записать. Это нас не сильно сковывает. Почему? Потому что, как написано в Трудовом кодексе, орган, который избран для организации забастовки, забастовочный комитет, вот мы его сейчас избираем, определяем порядок. Но этот орган, который избран, может изменить порядок проведения забастовки. Для этого нужно только уведомить за 3 дня. То есть сейчас вот идет в таком виде забастовка. Он пишет бумагу работодателю, который пишет, что вот сегодня у нас 15-е, 16-е, 17-е, а вот с 19-го числа будет другая форма забастовки. Будет не 2 часа, на 2 часа меньше работаем, а будет на 3 часа меньше работаем, или на 5, или на 7, или остановимся, или там, скажем, покажет недельку, что он пробастует, никто не работает, предприятие прекратит. А потом за 3 дня, говорит, а с понедельника будем работать опять только по 1 часу и так далее. Что эффективнее? Эффективнее просто все остановить или, так сказать, продемонстрировать, что в данном случае во время забастовки, если она законная, если вся процедура пройдена, то работодатель должен думать, что лучше договориться раньше, чем, вот, так сказать, наносить самому себе такой ущерб и вред. Дескать, и надо демонстрировать, что вы не ставите своей задачей нанести вред предприятию как таковому и производству как таковому. Правильно? Значит, работники. Работники свой доход имеют, между прочим, от этого производства. И капиталисты имеют доход от этого производства. Значит, кроме борьбы противоположности, надо не забывать, что закон гласит, закон единственную борьбу противоположности. Единство тут есть. А единство, оно прямо и выражено в виде этого совместного предприятия или того предприятия, на котором одни работают, а другие представители собственника. Поэтому, чтобы можно, вот если мы сейчас на конференции, то я бы как представитель или как консультант или представитель этого самого забастовочного комитета предложил бы такую форму. Каждая смена будет работать, рабочая, на два часа меньше. А именно, утренняя смена вместо восьми часов начинать будут работать с девяти часов утра. А заканчивать будет не в шестнадцать часов, как обычно было, с восьми до шестнадцать, а в пятнадцать часов. Дальше, вечерняя смена будет начинать в шестнадцать часов, а заканчивать будет восемь плюс шесть, шестнадцать плюс шесть в двадцать два часа, а не в двадцать четыре часа. Ночная смена будет начинать также в ноль часов, а заканчивать в шесть часов утра, а не в восемь часов. При такой форме организации производства вы за те часы, которые работаете, будете получать заработную плату. Второе, не факт, что за восемь часов вы намного больше сделаете, за ночные особенно, чем за шесть часов. Вот вы знаете, что вы шесть часов уже уйдете с работы, и вы можете работать в другом темпе, правда? Вы рассчитываете свои силы, и силы имеются в виду не только физические, но и моральные. Вот человек не спит же, ночью надо же не заснуть, не свалиться, не попасть в какую-то ситуацию, где вам оторвет руку, ногу и так далее, другом машины, оборудование и прочее. То есть вам надо рассчитать свои силы на шесть часов. Ну, может быть, вы, соответственно, построив свою работу, получите зарплату и не ниже, чем вы получали за восемь часов. Вот вам требовали, а у вас в требованиях стоит сократить рабочее время до шести часов. Это в требованиях стоит. Это в случае победы, забастовки. А у вас никакой победы нет, а вот начиная с... За десять дней нужно об этом заявить. За десять дней до начала вы должны передать соответствующие документы работодателю. Через десять дней начнется бессрочная забастовка в таком режиме. По шесть часов каждая смена, причем первая смена начинает не в восемь, а в девять и заканчивает раньше. Вторая смена просто заканчивает раньше и третья смена просто заканчивает раньше. При этом... Ну, это для администрации, для работодателя, а для работников. А для работников во время забастовки нужно же организовать всю деятельность предприятия. В том числе нужно обеспечивать минимум работ во время забастовки, о котором мы с вами говорили. Так. Теперь нужно сделать так, поскольку в те часы, когда вы не работаете, мы не работаем, работники, мы должны... Кто отвечает за порядок? Вот с восьми до девяти утра кто отвечает за порядок? А точнее, с шести до девяти утра. Шесть уже уйдут, работники ночной смены. Вернее, не уйдут, а закончат рот. Кто будет отвечать? Вот, надо сказать, за все это время нужно обеспечивать порядок и охрана имущества работников и работодателей. Потому что вот обнаружится, что пропало что-то из того, что представляет собой цены. А ценностей очень много на любом предприятии. Так. Пропало, исчезло. Кто будет виноват во время завастовства? Восточный комитет. А кто, не если ответственность? Если бы профсоюз возглавлял, профсоюз. С него можно большую сумму снять. Или с работников, которые, так сказать, вот в это время тут должны были быть, их тут не было, вот пропало. А кто виноват? Поэтому, значит, работникам нужно организовать дружину, которая в те часы, которые освободились от основной работы, ну вот не все там будут выходить на работу, а те, кому выпадет дежурство. Надо бы дежурство организовать. И некоторые, основная масса, скажем, ночной смены уйдет, но раз в три недели, раз в четыре недели, значит, некоторые товарищи не уйдут, а будут там дежурить, чтобы, так сказать, места рабочей и имущества работодателя-работников были под надзором. Дальше, чтобы вы могли решать дальнейшие шаги, в том числе и в отношениях с работодателем, надо будет проводить конференции, собрания и каждого подразделения, если надо, и предприятия в целом. Когда? Ну, вот в том режиме, который я вам предложил, значит, начинает с 15 часов до 17 часов, да? Нет, до 16 часов. Час у вас есть. Если мы если мы сдвинем еще, скажем, вторую смену, сделаем, что она не с 15 начинает, то есть не с 16 начинает, а с 17, тогда получится, что у вас с 15 до 17 два часа для всех мероприятий. Вот для тех, которые позволяют вам как коллективу коллективно решать все вопросы и, так сказать, иметь непосредственную демократию, которой нигде и нету. Нигде нет. А вот единственная будет возможность здесь, в течение двух часов, значит, тогда из 17 плюс 6, 6 часов, это сколько будет времени? 23, да? Вот 23. 23 закончат вторую смену и пойдут, поедут домой. А сейчас они 24, а вы же транспорт, знаете, как ходят 24 часа? Очень плохо. И, то есть, у вас есть целый резерв времени, который вы используете для чего? Для самоорганизации, для решения всех вопросов забастовочных, а какие-то вопросы? Ну, вот давайте я вам буду перечислять, исходя из опыта участия, так сказать, в организации забастовок. Во-первых, нужно, чтобы ваша забастовка была представлена как справедливая и требования ваши как справедливые. А как это нужно делать? Потому что первое, с чем вы столкнетесь, что где-нибудь в публикациях каких-то средств массовой информации будет написано, что такие сякие ровачи тут не работают, лентяи. А это подрывает чуть ли не безопасность государства, чуть ли не вы враги России. Бывает такое? Бывает. Вот, например, когда докеры бастовали, то руководство закупило газету «Метро». И там каждую неделю была публикация большая, на большую сумму денег, смысл которой был примерно в этом, что такие сякие, ужасные люди, докеры, что они все подрывают, срывают и так далее. Ну а что докеры в это время сделали? Они заказали в фонде рабочей академии выпуск спецвыпуска газеты за рабочее дело под названием «Докер». Значит, как это выглядит? Выглядит так. Вот, допустим, газета «Метро», да? Вот это «Метро» превращается в маленький такой, метро номер такой, такого-то числа, а здесь написано «Докер». но только «Метро» стало органом на период забастовки администрации порта, а газета за рабочее дело фактически органом работников. Выпускалось, метро выпускалось в объеме 400 тысяч на весь город, а газета за рабочее дело еженедельный выпуск был 4 тысячи. Ну, разница в 100 раз. Но из этих 4 тысяч половина 2 тысячи раздавалась каждому работнику порта. То есть стоял человек и всем администрации, всем в здании администрации всем выдавал. Все охотно брали, потому что администрация-то хочет узнать, что там они думают такие трогладиты. Надо же знать. И есть несколько входов в порт, есть главные ворота порта, есть еще другие входы, и в них стояли товарищи, которые каждую неделю раздавали газету «Докер». То есть газету за рабочее дело было спецвыпуск «Докер». 2 тысячи уходили на то, чтобы в городе раздавать и в других местах. Соответственно, информация была у «Докеров» внутри порта. Концентрация газет за рабочее дело более высокая, чем газеты «Метро». Это не каждый получал, а за рабочее дело все. И как потом я присутствовал на разборе полетов, председатель транспортного комитета говорит, что администрация проиграла идеологическую борьбу в порту. Надо сказать, что теперь администрация выпускает там газету регулярно, и она сейчас наоборот выигрывает идеологическую борьбу в порту. Если говорить объективно и беспритрастно. Но она урок поняла, что надо потратить какие-то деньги на это. И профсоюз понял, что надо потратить деньги и выпускать газету. И тогда будет другое дело. Он эту особенность тоже утратил. И сейчас вот у нас сегодня интересный был доклад бакалавры тоже по этому поводу. Вот одна из студенток сделала доклад, сравнила два коллективных договора и показала, что старый договор более выгодный для работников, чем новый. В частности. Да и даже между прочим старый договор был в количестве в большом, чтобы каждому работнику а это в количестве 200 штук только издал. Ну а 200 штук это значит не все получили. А не все получили не все знают. А не все знают не все участвуют. А если участвуют то не понимают. А если понимают то они вполне. И так далее. Ну а наличие дружины это очень мощный фактор. Сама по счету забастовка кого-то пугает кого-то не пугает. Ну вот скажем если создается дружина она с одной стороны на законных основаниях нет запрета в создании дружин. Ну дружины конечно не вооруженные но могут проводить занятия время. Это есть два часа с 15 до 17. Вот в это рабочее время можно проводить занятия приходят специалисты по различным видам борьбы. Есть борьба самбо есть дзюдо есть айкидо и идут занятия проходят в это время. Потом значит идут занятия по конфликтологии и вот тот курс который вот вы слушаете а я читаю его можно читать вот вы как конфликтологи можете читать курс. Ну если вам закажут хотите будем вам читать них надо заплатить за это дело между прочим вызвать конфликтологов пусть считают такой курс для работников не хотите будем читать для работодателя. Мы люди простые так сказать нам скажут мы же истину должны всем нести истина она одна вам выгодно это не выгодно это уже вы решаете поэтому а где и когда обучаться то есть это вот время забастовки можно превратить в свободное время потому что свободным временем что называется определение свободного времени кто скажет как звучит не слышу хора где хор сейчас могучий будет кличер ну вот ну прямо вот я сплю или валяюсь пьяной около люка это точно время не занято выполнением обязанностей что это называется свободным временем он говорит это как некоторые вот эти пьянчуги они объясняют как они отдохнули хорошо по три бутылки выпили и потом подрались вот и потом значит вытрезвители увезли и вот они когда оттуда вышли они говорят ну хорошо отдохнули действительно погуляли это неправильное у вас понимание свободного времени это в нерабочее время есть рабочее время есть в нерабочее в нерабочее время а спите вы отправляетесь естественной надобности в том числе вы ходите в баню моетесь так дальше вы употребляете пищу вы ухаживаете за детьми вы стираете убираете и прочее 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 идете по магазин вы стоите в этом в битком набитом транспорте а вот некоторые товарищи из наших же рядов вот как лично так выступавшие говорят что это вам свободное время народ послушает вас может разорвать особенно если разозленный когда он стоит на остановке ничего не подходит не подъезжает и он вспоминает того кто говорил что это свободное время потому что оно время это не рабочее где бы сейчас этого человека мы бы ему показали что такое так вот свободное время определяется как время для свободного развития и вот если вы сейчас смотрите телевизор а там какую-то чушь показывают это там много чего там показывают как стреляют убивают стреляют убивают убивают стреляют разрывают и так далее пришельцы прилетели и они прямо сражаются с нами в Москве наши им дали это свободное время нет почему по определению определение свободного времени Марк сдал очень хорошее бесплатно даю время для свободного развития замечательное предназначение свободное время это время для свободного развития не для такого развития, что вот я вас заставил. Вы не хотели, а тут вас заставили. Но тут, может быть, развитие все равно идет. Но это не свободное. Да? А вот время для свободного развития. Правда, я могу дальше углубиться в эту тему и спросить вас, а что такое свобода? Вот здесь вот сидят уже магистры. Вот вы там, товарищ, вам как раз выступать. Вы знаете, что такое свобода? Так вы за свобода или против свободы? А вы скажите, что это такое, тогда я узнаю. А вы знаете, что такое свобода? Это непростой вопрос я вам задал. Вон, с заковыкой. Кто скажет, что такое свобода? Вот у нас есть юристы, они, может, они помогут. Скажите, пожалуйста. Свобода. Свобода не для него предполагающая возможность выбора. То есть, если мне говорят, ну что, Михаил Васильевич, вас застрелить или повесим? Это предполагает свободу выбора. Ну, а смотрите, чему учат нас юристы. Значит, некоторые продвинутые товарищи Энгельса читали, и он говорит, свобода есть осознанная необходимость. И некоторые думают, что это определение свободы. А это неправильно. То есть, неправильно думают. То есть, то, что свобода – это осознанная необходимость, это да, это правильно. Но это не определение свободы. Например, вот вы украли… Нет, вы не украли, я украл. Я украл 100 тысяч рублей у гражданина. Меня посадили в тюрьму на 6 лет. Три года я просидел. И через три года мне вот стало совершенно ясным, что я сделал что-то нехорошее, преступное. И я осознал необходимость того, чтобы меня посадили. И теперь сижу свободно еще три года. И так, если по определению это осознанная необходимость. Вот три года я не свободный был, а через три года тут свободен. Но выпустили меня только через 6 лет. Поэтому это правильное высказывание. Свобода есть осознанная необходимость. Но это не определение свободы. У меня был такой случай. Я у историков принимал экзамен. Это было в январе. Еще такой новой моды не было, чтобы сначала отдыхать, каникулы, а потом сдавать экзамены. И люди, которым нужно сдавать, не знают. У вас тоже будет 19-й экзамен. Так бы вы 3 января сдали и поехали, куда хотели. И были бы свободны, как птица. А то вы будете отдыхать, а потом какой-нибудь злодей 22-го числа поставят вам двойку. Что это за отдых такой? Это было с издевательством над студентами. Ну, тем не менее, значит, уже философский наш факультет на это перешел. А исторический пока был, так сказать, историк, а не по старинке, так сказать. Они вот, значит, открыт все это исторически. Здесь у нас стояли решетки, закрыт институт философии. И вот я там принимаю экзамены в самой большой аудитории, которая там есть в лектории. И вот одного товарища спрашиваю, что такое свобода. Он все время сидел на лекциях, так внимательно слушал. Он говорит, свободны и осознанная необходимость. Я говорю, ну, да я ему объяснил, что это не то. И тут вот заходит девушка с мороза, такая в хорошем, с румянцем таким, пальто. Холодно. И холодно там было. Там сидели люди в пальто, потому что очень холодно в этих 66-й деталях. Я спрашиваю, вы можете сказать, что такое свобода? Он говорит, конечно, свобода – это свобода над обстоятельствами, сознанием, делом. Я говорю, ну, можете не раздеваться, давайте вашу зачетку поставил. Я отлично. Свобода – это можно определить. Над обстоятельствами, сознанием, делом. Я думаю, нетрудно додуматься. Вот гениальные такие высказывания, гениальные определения, их так не придумаешь. Значит, если обстоятельства господствуют над вами, вы свободны или нет? Мне надо то, мне надо то. Я говорю, пойдемте со мной. Да нет, мне надо это, то, пятое, десятое, шестое. Если обстоятельства вас заставляют действовать так, как вам не нравится, а приходится. Это вы свободны или нет? Нет. Вот экзамен уже установили, вам объявляют 22-го числа, а 19-го будет консультация. А вам хочется 19-го пойти в театр вечерком, а 22-го – на концерт. А вот надо идти сюда на экзамен 22-го, а 19-го – на консультацию. На консультацию можете и не ходить. Как говорится, это дело добровольное. Хочешь – приходи, хочешь – не приходи, лениться. Не хочешь, чтобы на твои вопросы ответили? Потому что это единственный способ подопрашивать преподавателя. А так он будет только допрашивать. Неравные какие-то отношения. Ну вот, тем более, как показывает практика, вопросы задают обычно те, которые лучше знают. А те, которые ничего не знают, они и не задают вопросы. Это вот первый признак, что человек знает, что он вопросы задает. И уже он начинает готовиться уже к экзамену, уже сдавать как бы на консультацию. У него уже почти все подготовлено. Только еще уточнить надо кое-что и так далее. Ну вот. То есть, человек, если он раб обстоятельств, то, конечно, это не свободный человек. А свобода означает господство над обстоятельствами. Если просто господство. Ну вот вы можете здесь через стенку пройти? Вы хотите господствовать, да? Можете? Нет? Если граната есть у вас? Если есть, то можете. Скажем, такая ситуация была в Кенигсберге, когда там в соответствующих местах приходилось... Есть такая памятка была Салбату. У нас товарищ Моисеенко, который профессор был, декан факультета, был командир полка Катюш, и он брал этот самый Кенигсберг со своими разведчиками. И вот памятка была. Говорит, вы бросаете гранату, потом заходите и стреляете в потолок из автомата. И оттуда, получается, дождь, пуль. Ну, после этого вы заходите туда, и уже освободили это помещение. Следующее. Идете в следующий. И написано было, ты не один, с тобой автомат и граната. Солдат. То есть бывают такие ситуации, когда и стену, через стену можно проходить. Но вообще говоря, что означает вот это короткое высказание? Гастос с настоятельствами, со знанием дела. Сознанием дела, то есть вы же закон этот должны знать. То есть там вообще тоже есть выход через окно. Вот открыть надо две эти створки, но я не советовал бы этим пользоваться выходом. У нас же нет запрета даже для выпрыгивания из окон. Нет такого закона. Мы сейчас вот говорим о законах, о законодательстве и так далее. Некоторые люди хотят оставить о себе память, как о молодых. Меня можете увидеть только молодых. Для этого что нужно делать? Ну, залезть на какое-нибудь высотное здание, оттуда спрыгнуть, и перед этим сделать селфи. И такие случаи у нас широко распространены. Так? Вот. Ну, и даже он может много этажей пролететь, и по телефону говорить, что пока полет проходит нормально. Ну, а потом полет заканчивается, и, собственно, и все. Поэтому со знанием дела законы физики этого не отмените. Вы же не можете господствовать обстоятельствами, причем господство подчинять себе законы природы или общества. Поэтому господство, оно не является абсолютным. Поэтому абсолютной свободой, или свободой, которая есть, она всегда ограничена определенными обстоятельствами, условиями. И не может быть такой безусловной свободой. Дескать, я вот совершенно свободен, ну, пожалуйста, выходите. То есть, это глубокое определение. Так, возвращаемся назад к организационной забастовке. Значит, это вообще большая задача. Представьте себя вот на месте забастовочного комитета. Представьте себе, у вас 5000 человек, и надо, чтобы эти 5000 человек приходили на работу во время забастовки, и вовремя не нарушали дисциплину. Чтобы они участвовали во всех этих мероприятиях. Чтобы они участвовали в деятельности дружин. Чтобы они обсуждали вопросы коррективного договора. Вот здесь то самое время для свободного развития, когда люди могут заниматься это время. Вот два часа с 15 до 17 и учеба. Вот в курсе есть конфликтология, изучают люди. Изучают трудовой кодекс, его не знают. Изучают, вот скажем, то, что здесь преподается. Это все полезно. Скажем, у нас это записано и имеется в интернете, но некогда же смотреть. Когда смотреть? Пришел, а уже времени нету, не успеваем. А тут самое время забастовка. Это самое время. Это не просто надо же не, как говорят, не балдеть, а в то время повышать свою грамотность. Знать законы. Знать свои права. Пригласили юриста, чтобы он рассказал, как правильно оформлять заявление в суд. Что такое комиссия по трудовым спорам? Она не везде есть. Нет такой обязанности у работодателя ее создавать. Но на некоторых предприятиях, где договорились с работодателем, например, в ходе разработки коллективного договора, может такая быть, а если она создается, то ее решение приравнивается. приравнивается к решению суда. Вот что надо иметь в виду. Так что это очень важно. Так, теперь у нас есть непрочитанные книги. Вот хотят люди забастовки организовывать, разбираться. В экономике надо немножко разбираться. Какая у нас есть книга, которая дает возможность разобраться в экономике наиболее глубоко. Книги надо разделить на две части. Есть книги по отдельным вопросам, их не с числа. Они все очень полезны и нужны. А есть книги обобщающие, их всегда единицы. Вот обобщающая книга по химии – это труды товарища Тимиряева по поводу периодической системы элементов. Менделеева. Менделеева. Простите, Менделеева. Если вы возьмете физику, сколько обобщающих работ таких систем? Ну, вот вы назовете две системы. Система Ньютонова и система Эйнштейна. И все. Если вы возьмете диалектику, или философию, или логику, есть всего две логики. Формальная, которую разработал Аристотель. Если вы хотите ее изучать – изучайте. Если хотите диалектическую – науку логики Гегеля. И все. А если вы хотите обобщающее произведение, которое раскрывало бы хотя бы один способ производства, ну, это капитал Маркса. Три тома. Каждый том такого примерно размера. Первый том – производство капитала. начиная с элементарной клеточки, с товара. Второй том – это обращение капитала. А третий том – это как все это проявляется на поверхности явлений, сущность капитализма. И там разбираются такие современные нам проблемы, как клиринг, как вексель и так далее, которые думают, что это раньше не было. То есть, что это было. Банки. Производительный труд, непроизводительный труд. Не производство прибавочной службы, а принесение – можете не заниматься производством прибавочной стоимости. Главное, чтобы ее мне принесли. Поэтому, скажем, вот, например, в отношении к певичке и антрепренера, певичка, она приносит прибавочную стоимость, она приманивает эту прибавочную стоимость и унесут те, которые купили билеты. Билеты могут покупать как рабочие, так и капиталисты. Называется вторичное распределение. Первичное распределение. Вам необходимый продукт, вам прибавочная. Вам зарплата, вам прибыль. А это уже вторичное распределение. И капиталисты могут пойти на концерт, в ложе сидеть. И на последних рядах могут сидеть рабочие, пожалуйста, сидите свободно, в пределах своей зарплаты. А потом это все стекается представителям шоу-бизнеса. Представители шоу-бизнеса получают такие деньги, какие они снились товарищам рабочим. Например, кандидат президенты, еще, правда, не оформленный, гражданка Собчак, уже заявила, что она 40 миллионов вложит в свою компанию из своих личных. А вы чем можете помочь гражданке Собчак из своих личных? У вас сколько миллионов есть? Что-то вы как-то все не заявляете. Как это может быть? То есть, система перераспределения такова, что для того, чтобы иметь прибавочную стоимость, совсем не обязательно, а, быть рабочим, б, то есть, тем более, рабочие создают прибавочную стоимость, но ее не имеют, не получают, а получает ее капиталист. Но для этого не надо быть промышленным капиталистом, можем быть торговым. И жить за счет того, что часть этой прибавочной стоимости идет на оплату услуг торговли. Значит, в торговле тоже есть работники, которые там работают и тратят свою рабочую силу, и есть люди, которые являются капиталистами торговыми. Ну, а дальше уже перераспределение. А для того, чтобы перераспределение было справедливым с точки зрения капитализма, надо, чтобы на равный капитал получалась равная прибыль. Согласны? Если это капитализм, то неважно, в какой я области вкладываю свой капитал, я везде должен получить одинаковую прибыль. Согласны? Но мы, если мы капиталисты, мы же равны. Вот я, допустим, капиталист в области производства чугуна. У меня домяные печи. Там так называемое органическое строение, отношение средств к производству работников, ну, такое, что работников по отношению к массе капитала их очень мало. Поэтому зарплата там сгольки нос, а расходы сумасшедшие. А если я в сельском хозяйстве действую, там, собственно, наоборот. Но только до тех пор будет переливаться капитал в эту область, пока не уравняется норма прибыли в ту область, которая дает большую прибыль. И вот этот принцип уравнивания прибыли, когда перетекание идет прибыли из той области, где высокая прибыль, в ту область, где меньшая прибыль, пока не уравняются все прибыли. Когда все прибыли уравняются, то цена, которая обеспечивает уравнивание прибыли, она имеет совсем другую форму и другую величину, нежели стоимость, которая рассматривается в первом томе капитала. Это цена производства, как центр колебаний цен на поверхности капиталистического общества. Формула этой цены такова – это издержки производства плюс средняя прибыль. Неважно, вы что делаете, юбки, платки, сигареты, водку, космические корабли – это никого не волнует. Вот на равную прибыль я должен получить равный капитал. Цена производства, издержки производства плюс средняя прибыль. Но это уже третий том капитала. Мы в обыденной жизни до этого не добираемся. И особенно трудно с преподаванием, особенно не на экономическом. Я вот преподавал на экономическом факультете в свое время, будучи кандидатом экономических наук и доцентом экономического факультета. И я спрашивал, кто прочитал капитал у себя, у моих студентов. На четвертом курсе я для студентов отделения экономической кибернетики. Один. Один человек, который был сыном заведующего кафедры научного коммунизма, который был вот в этой угловой комнате. Там раньше была кафедра политэкономии, потом была кафедра научного коммунизма, а теперь там деканат вот этот студенческий. Один. Ну, это экономисты. Ну, а-а-а. А что, когда если других, то про них анекдот есть, что... А кто такой Маркс? Говорят, Маркс – это экономист. Ну, Маркс – это экономист, а вот наша тетя – старший экономист. Поэтому не простирается познание капитала очень глубоко. И людей, которые прочитали бы капитал, ну, можно было, так сказать, среди старой школы, так сказать, экономистов все найти. А все вот нынешние, так сказать, курсы, они как бы предполагают, что вы основные категории знаете, а нигде они их не дают. Определений там нету. Определений не найдете. Что такое деньги? Что такое товар? Что такое обмен? Вот если я сейчас начну вас спрашивать, и каждый посыпется. Не потому, что вы, так сказать, плохие там студенты или магистры, а потому, что их негде почерпнуть больше. Ну, соответственно, и стоит нынешняя, как так сказать, буржуазия издает капитал регулярно, капитал находится в Букинии, в нашем книжном магазине буквоед, и стоит он не менее полутора тысяч тонн. А так вот можно было купить три дома за тысячу, даже за меньшую цену. То есть он, пожалуйста, он издается, хотите, капиталисты хотите бороться успешно с рабочими, читайте капитал. Рабочие хотите успешно бороться с капиталистами, читайте капитал. Не будете читать, ну, значит, будете где-то его проигрывать, потому что эти вещи, вот такие вещи, при произведении редкость. Например, говорят, вот Ленин написал книгу «Империалин» как высшая стадия капитализма. Он не случайно написал популярный очерк, потому что это о новейших явлениях капитализма. Он вовсе никак не может заменить капитал, потому что пока существует капитализм, вот его сущность раскрыта в этом произведении. И новые всякие другие работы, в которых раскрываются какие есть движения на поверхности, там, где идет рынок, где идет отмен, кукле-продажа. Кукле-продажа чем регулируется? Если вы поверхностный закон берете, законам спроса и предложений. Больше спрос – больше цена. Меньше спрос – меньше цена. И вот мне пришлось как-то быть на переподготовке после 90-го. Я в 92-м году был на переподготовке в Москве, в РГГУ. И там у нас читали курсы новейшие. Но и поскольку у меня кандидатская диссертация была по применению мусиманской в экономике, я это все знал, и я так смотрел, что они рассказывают. И вот есть такой маршалянский крест. Я сказать, вот с ростом цены спрос падает, а производство, раз рост цены, то производство становится более выгодным, производство возрастает, и получается, вот здесь они встречаются, оптимум – это вот крест маршалов. А я спрашиваю, а вот это у вас модель чего? Модель двух товаров? Или модель одного товара? А вы же ее хотите рассматривать как народно-хозяйственную? А вы не можете это объяснить? В России, смотрите, как цена на мясо выше и выше, а производство при этом ниже и ниже. И ничего не получается у вас, то есть с ростом цены производство растет. Производство падает и примерно в одинаковом направлении. Вот и производство падает, и спрос падает. И никакого креста нет. То есть все остальные – это примерчики такие, которые для отдельных товаров, для отдельных продуктов. Или есть такая, скажем, всякого рода разработки по поводу эластичности спроса от цены и от дохода. Маркетинговые исследования такие, что вот если у вас зарплата вырастет, то спрос вот так и изменится. Скажем, что у вас зарплата вырастет, и вы будете больше компьютеров покупать, книжки купите, пальто себе купите. Пальто не купите, купите шубы. Это называется эластичность от дохода. А если эластичность от цены, если снизим цену на шубы, то купите больше шуб. Насколько? Вот насколько – это вот как раз прирост спроса в связи с приростом дохода. Или в связи с сокращением цены. Но оказывается, что это в статике только. А вот если вы вот эти все расчеты сделаете по отдельности в статике, то а в динамике что будет со спросом, если вырастет доход? Не знаю. Не факт, что люди, у которых вырастет доход, пойдут книги покупать. Может, они пойдут пить больше воды. То есть, вот эти все модели, которые хорошо разработаны, они в статике работают, а в динамике не работают. Поэтому не очень здорово получается с анализом прогноза спроса. Это все полезно, нужно и хорошо, но они не объясняют суть самого производства. Ну вот, забастовка, счастливый случай. У вас есть два часа с 15 до 17. И это не надо ждать, когда у вас будет... Вы хотели ведь сократить рабочее время до 6 часов. Вы его сократили. С началом забастовки вы его сократили. У вас какая забастовка? Бессрочная. Так вы его сократили навсегда. Вам что теперь нужно? О чем заботиться? Вам теперь нужно требовать с работодателя, чтобы он подтянул технику более передовой. Производительность труда вырастет. А с ростом производительности труда при повышении зарплаты и издержки производства выраженной зарплатой, или та часть издержек производства, которая выражена зарплатой, сокращается на единицу продукции. Значит, прибыль растет. И вам легко убедить работодателя в том, что надо обновлять технику, повышать производительность труда и, соответственно, повышать зарплату. А зачем повышать зарплату? Чтобы освоили люди эту новую технику. Иначе эта ваша новая техника пропадет, ее сломает или она заржавеет. Потому что если ее не освоят, то не будет никакой прибавки. И зря вы только потратили деньги. Поэтому если вы не хотите тратить деньги зря, и это можно объяснить в ходе переговоров, в ходе забастовки должна работать согласительная комиссия. Эта согласительная комиссия регулярно встречается, может или чаще встречаться. Рабочая же свободная. Она может в любой день встречаться с 15 до 17. Правда? В ней могут участвовать широко работники, представители работодателя. И ваша задача будет состоять в том, чтобы только подтянуть зарплату. У вас же требование было какое в коллективном договоре? Чтобы снизить рабочее время до 6 часов, без сокращения зарплаты. А тут мы задачу ставим повысить при этом зарплату. Заповышайте. Самое хорошее дело, в период забастовки об этом и договориться. Что вы повышаете, вы закупаете новую технику, мы лучше работаем, осваиваем. Так, а повышать квалификацию собираетесь? Собираемся. Вот сейчас повышать квалификацию будем. У нас в свободном времени вагон. Утренняя смена может занятия проводить. Вернее, ночная смена может с 6 часов до 8 изучать. По-прежнему, так сказать, по-прежнему вашему графику. Только график для учебы. Свободное время будет. Обучение новой специальности – это свободное время. Дальше. Значит, что касается вечерней смены и дневной смены, то они с 15 до 17 проходят эти занятия. Поэтому мы просим администрацию организовать повышение квалификации. Что нам сейчас за басовка? Давайте у вас, если будут более квалифицированные рабочие, это повысит вообще результаты работы предприятия или ухудшит? Я думаю, нетрудно объяснить работодателю, что это только улучшит показатели деятельности предприятия. Предприятие же не останавливается, оно же работает вовсю. Давайте повысим квалификацию всем. В то же время, значит, экономическое обучение проводим, юридическое обучение проводим. Дружины у нас обучаются тому, чего надо, чтобы поддерживать дисциплину. То есть идет свободное всестороннее развитие работников. Так? Теперь, если это свободное время, только они в это время, освобожденные от труда, если не заняты такими мероприятиями, которые проводит Забосновочный комитет, художественную литературу можно читать? Можно. А где лучше читать? Дома или на заводе? Вы не забывайте, что у вас Забосновка. И первое, что вы должны сделать, не оставить эти рабочие места свободными, потому что на эти рабочие места приведут других людей. Поэтому сидите на своем рабочем месте и читайте, какие у вас романы любимые, читайте эти любимые романы. Это же и свободное развитие в то же время, это и Забосновка. Но вы же их немного почитаете. Почитайте теперь, как Маяковский говорил, сидят папаши, бороды вениги, землю попашут, попишут стихи. Вы почитали романы, теперь 6 часов труда производительного. А после 6 часов можете опять читать романы. Вот это, так сказать, грамотно организованная Забосновка, которая не рассматривает Забосновку как нечто, что такое, чрезвычайное, выпадающее. Почему? У вас бессрочная Забосновка. Да мы можем так жить все время. Что плохого? У вас было 8 часов смены, теперь смена 6 часов. Осталось только подтянуть зарплату, а это вопрос уже связанный. От чего зависит производительность труда? Ну, от работодателя. Вы же не собственники средств производства. Вы же не можете купить новый передовой станок, там, иностранный, или белорусский, или китайский, или наш, который сейчас делает компанию «Стан». Начали производить снова российские станки. Кто это должен сделать? Это за обязанности работодателя. Ну, так надо эти обязанности выполнять. Ну, вот примерно так выглядит организация Забосновки. Если смотреть на Забосновку как на средство разрешения конфликта, в котором вы сразу, так сказать, в чем-то и выигрываете, правда? Рабочий день-то у вас уже есть? 6 часов. Осталось только решить второй вопрос, чтобы зарплата повышалась. А это уже легче решать. Не исключено, что у некоторых при 6-часовой работе зарплата будет больше, потому что они ту же работу будут выполнять просто быстрее. Или, как мне говорили на красном сформе, рабочие говорят, ну, если, говорит, 12 часов, будете нам давать разбавленную зарплату, будем давать вам разбавленную работу. Будет у нас смена 12 часов? Ну, 12 часов будем делать эту же работу, которую мы могли бы сделать за 6. Только и всего. А куда торопиться? А торопиться будет, так сказать, очень торопиться. Но это вы можете темп выдержать 6 часов. А если 12 часов таким темпом, так вы попадете в больницу. Или вы потеряете, так сказать, контроль над собой и можете попасть в какие-то ненормальные условия. Там же на работе, на заводе есть техника, а не бывают техники без опасности. При том, что есть техника безопасности. Ну, вот так это выглядит, собственно, забастовка. Как выглядит в хорошем исполнении? Ну, забастовки по-разному делают. И вообще забастовочный комитет, облеченный доверием забастовщиков, должен творить. Как организовывать забастовку? Творить. Это дело творчества каждого забастовочного комитета на каждом предприятии. А что должны делать вот такие люди, как конфликтологи? Они должны обобщать опыт. И распространять. Какой? Передовой. И наоборот, распространять знания о некоторых недостатках типичных, которые бывают при организации забастовок, в истории с другой стороны. Вот что я вам хотел сообщить на сегодняшней лекции. И особенно поблагодарить вот товарища, который выступил. Надо сказать, что и до вас, товарищи, везде выступали очень хорошо, очень содержательно. Вы очень много потеряли. И они вот слушали и себя, и вас, а вы только себя. Эгоист получается. Но это шутка, конечно. Так, у нас есть еще товарищ, который в следующий раз. А нам придется еще в следующий раз, кроме того, что мы послушаем вас, и последнее у нас будет занятие, встанет вопрос уже о том, о политической оценке вот этого всего забастовочного движения. Потому что у нас курс называется «Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов». Мы с этого начинали, потом как бы мы ушли в всякие детали и частности, а мы должны вырулить все-таки на то, а какой политическая оценка этих забастовок, что они собой представляют с точки зрения политической. Вот на этот вопрос я постараюсь ответить на следующем заключительном занятии. И потом мы с вами расстаемся, чтобы вы от меня отдохнули, до консультации. На консультацию у нас мир и дружба не стрелять, потому что вы меня допрашиваете, я отвечаю. Ну, а на экзамене-то я уже спрашиваю. А экзамен – два вопроса. По этим спискам вопросов, которые у вас есть, вы отвечаете на них. На один вопрос, а одна страничка. Больше не надо писать. Ну, естественно, я имею возможность и право спросить вас, если я вижу, что человек что-то недопонимает или что-то не то написал по всему курсу. И поэтому это такой способ. Он с виду таким кажется легким, дескать, вот ваши любимые вопросы. Но если вы любимые не знаете, что вы вообще знаете про курс. Так что он-то такой, все это, все это, что делается в университете, все это с какой-то вот, с какой-то там, с двойным дном. Так, спасибо за внимание. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok